Приветствую вас и я предлагаю вам посмотреть на ситуацию вот под каким углом. В подростковом возрасте вы, значит, оказались в какой-то определенной ситуации. В этой ситуации, скорее всего, безвыкотной, скорее всего, конфликтной, скорее всего, неприятной для вас, вы ощущали, что не можете сделать то, чего вам хочется, не можете осуществить, реализовать то, что вам по душе. Вы ощущали определенное, может быть, давление со стороны, может быть, вмещательство в свою личную жизнь, в свои личные границы, может быть, давление, потеснение, агрессия. Вследствие чего у вас был генерирован негатив, который и выражался вот в таком проявлении. Сейчас, замечательно, вы начали гулять, начали курить за компанию, вот, и когда бросили, начали опять царапать себе. Значит, когда вы бросили курить, наверное, вы, когда курили, чувствовали, что вам это нравится, вы ощущали, что вам это приятно, вас это устраивает. И когда вы бросили, вы ощутили, что лишили себя того, чего вам хотелось, лишили себя того, что вам нравится. Я думаю, что если вспомнить ту ситуацию, в которой вы оказались в подростковом возрасте, разобрать эту самую ситуацию, эти самые обстоятельства, но вы сейчас, с учетом вашего взрослого опыта, с учетом того, что вы сейчас имеете, может быть, вы смогли бы ту ситуацию отпустить, ту ситуацию пережить и тогда вас эта привычка отпустит. То есть произошли в обоих случаях одни и те же какие-то повторяющиеся элементы. Я бы даже сказал, что это элемент комплексов. То есть вот и в подростковом возрасте, и сейчас у вас есть что-то схожее. Но поскольку в подростковом возрасте это произошло впервые, да, быстро прошло, но переживание, скорее всего, не было завершено до конца, это переживание в вас жило, оно было в вас, и как раз таки вы этого не осознавали. Я осознавал из того, что, возможно, вот тот самый период, когда вы себя начали царапать, он до сих пор не был пережит. И вам и нужно помочь его пережить. Перечивите его, найдете для себя, разрешите тот конфликт, разрешите этот конфликт и перестанете себе вредить. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.